Ты предприниматель? Хочешь расширить бизнес и взять кредит? Получи поручительство фонда и заверши сделку с банком. Гарантийный фонд Ростовской области. Самое время для местных новостей. В студии с вами сегодня я, Геннадий Гордеев. Здравствуйте. Сделаем вместе, как реализуется губернаторский проект в Новошахтинске в репортаже журналистов телекомпании «Несвятай». Городской парк всегда был местом притяжения новошахтинцев. Здесь проводятся праздничные мероприятия, по вечерам горожане с семьями приходят сюда, чтобы отдохнуть и развлечься. После проведенной в 2019 году реконструкции не стало игровых аттракционов, да и сам парк как-то опустел. Все изменилось со сменой собственника. Теперь это парковый комплекс «Город детства» при Центре развития творчества детей и юношества. С 2020 года его облик стал меняться. И как приятно сегодня видеть эти перемены. Это все будет, конечно, идти за счет вот этого проекта. Но очень много делается и, конечно, благодаря администрации города. Потому что для того, чтобы установить эту детскую площадку, нужно было сначала сделать хотя бы асфальтовое покрытие. И вот на асфальте, на котором мы сейчас с вами стоим, это, конечно, помощь главы администрации города Сергея Алексеевича Бондаренко. Благодаря проекту «Сделаем вместе» в планировании перемен могут участвовать и сами жители. Только что состоялось собрание жителей нашего города. Все желающие, которых мы приглашали, пришли к нам сегодня на собрание. И предложили продолжить благоустройство именно территории этого парка. И мы сейчас начинаем работать над проектом, который будет называться «Мы короли своего королевства». И эта страна называется «Детство». Планы по благоустройству паркового комплекса большие. Главное, чтобы посетители бережно относились к тренажерам, конструкциям игровых площадок, зеленым насаждением, не сорили и ничего не ломали. Все оборудование не просто красивое, но и безумно дорогое. Пусть город детства станет самым любимым уголком отдыха для новошахтинской детворы. Телекомпания «Несвятай». Специально для программы «Время местное». Виват Виктория. Единственная в области школа одаренных детей работает в Сальске. В летнюю лагерную смену там пополняют багаж знаний 60 ребят от 11 до 18 лет. Победители предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов. В этом году школе исполнилось 25 лет. Они успешны в учебе, чтобы лучше подготовиться к итоговой аттестации в 9 и 11 классах, им расширили рамки учебной программы. В секции общественных наук углубленно изучают историю войны, боевой путь маршалов Победы. Математики без измерительных приборов решают сложные задачи. Мы сегодня попытались с детьми вычислить значение числа Пи. Кроме того, мы сегодня выводили формулы для нахождения площади. То есть так, как это делал Архимед в свое время. Часть тестов профильной математики направлена на выполнение социально-практических задач. Высокие баллы помогут одаренным детям поступить в пристежный вуз и получить хорошую профессию. Специальность, которую я хочу выбрать на будущее, это инженер-баллистика. Поэтому мне это нужно, мне это интересно, мне это полезно. В наставниках умников и умниц педагоги звездного состава проявили себя в конкурсах разного уровня. Пожертвовали недели отпуска и успешно ведут за собой учеников. У них у всех богатый багаж знаний. Это усложняет работу учителя, но в то же время делает ее более интересной. Потому что некреативный педагог работать здесь не сможет. Он будет неинтересен детям. Викторианцы не только пополняют багаж знаний, но и охотно демонстрируют свои таланты. Филологи поют, танцуют, сочиняют стихи, читают рэп. Сама презентацию провели на открытии школы автор текстов Дарья Белодедова. Меня вдохновила моя команда. Прекрасные девочки, с которыми мы вместе уже неделю. Вот и веселая дружная компания, основной костяк Викторианской думы во главе с президентом Анной Шестоперовой. Крутые педагоги, дети. Тут определенная страна, то есть определенная своя атмосфера. Когда ты выходишь за границы школы, это все резко растряется. Это семья. 18 дней ребята будут учиться и отдыхать. В конце смены каждая секция представит учебно-социальные и творческие проекты. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Спортсмен и в отпуске спортсмен. О том, как песчанокопские гимнастки стараются держать себя в форме даже летом, в сюжете наших коллег. Раз, два, три, четыре. Каникулы не повод расслабляться. Да и для гимнасток это непозволительная роскошь. На базе детско-юношеской спортивной школы прошли учебно-тренировочные сборы. Тяжелая и изнурительная работа в течение шести дней с утра и до обеда. Лето отлично подходит для того, чтобы уделить тренировкам максимально усилий. Девочки занимаются по четыре часа в день, работают в партер, это гимнастика на ковре, разминка, плюс общая физическая подготовка, подкачка на все группы мышц. Потому что гимнастка должна обладать хорошим мышечным корсетом, для того, чтобы сделать всю работу телом и еще и предметом. Сборы проходят ежегодно. Вместе с песчанокопскими гимнастками занимается группа из Таганрога. Всего 34 спортсменки. Тренеры внимательно следят за каждой. Сборы – это тяжелая работа. Прежде чем блистать перед публикой, ждет не одно ведро пота и слез. Но трудности их не останавливают. Это очень полезно для девочек, чтобы они не расслаблялись летом, были в форме, держали себя. Сейчас самая главная наша задача – почистить ножки, ручки, чтобы девочки были более подтянутыми, красивыми. Это самое главное в гимнастике. Гимнастка должна быть всегда на носочках, на высоких полупальцах, с длинными красивыми ногами и красивыми ручками. Ближайшие соревнования песчанокопских гимнасток ожидаются в октябре в городе Сочи. А пока необходимо усердно заниматься и наращивать мастерство. «Колос.Инфо» специально для «Время местное». Часовня памяти. Сегодня в рубрике «Вот эта улица, вот этот дом» рассказ о первом православном памятнике постсоветского времени в поселке Каменоломне. В 1991 году, когда ушли в историю советские общественные институты, в центре внимания администрации Октябрьского района стал вопрос сохранения и возрождения духовно-народных ценностей, сведущей ролью доброты, совести и любви к людям. На вечные вопросы во все времена ответ был однозначным. Сохранить духовный стержень поможет дорога в храм. С 2001 в Октябрьском районе началось строительство часовен и храмов. Часовня памяти и скорби в поселке Каменоломне стала первым православным памятником постсоветского времени, построенным на средства жителей по инициативе руководства района и общественных организаций и ветеранов Афганистана и Чернобыля. И мы решили, что эта часовня должна стоять в тихом месте, в каком-то сквере, не выставляя ее на показуху, не бахвалясь, не хвалясь, чтобы люди могли прийти, посидеть около нее и вспомнить. 12 октября 2012 года часовня памяти и скорби в поселке Каменоломне обрела новую жизнь. В течение нескольких дней полностью заменили купол. Теперь он стал золотым. К реконструкции мемориала готовились два года. Каждый год здесь собираются не только ветераны той далекой и такой недавней для памяти войны, но и солдаты, воевавшие в других горячих точках, чернобыльцы, а также их родственники, жители района, потому что все это время жива память, боль и горечь тех, кто там был и тех, кто не вернулся. Наша часовня памяти находится рядом с олеей героев, с олеей памяти. И я думаю, что и воины Афганистана, воины Чечни, ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС, должны рассказывать про тот патриотизм, который был, чтобы наши дети, внуки, школьники, студенты знали, что это все было и брали пример с наших ветеранов. Сергей Полумиенко, Михаил Кавниристов и Валерий Цыганков. Телекомпания «Ведиатон ТВ» специально для программы «Время местное». Надежда. Маленький оркестрик. С руководителем детского любительского коллектива встретились журналисты из Песчанокопского. 1 сентября 2019 года на стадионе «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге 8 тысяч музыкантов и несколько десятков тысяч солистов установили мировой рекорд при исполнении гимна России. В это трудно поверить, но среди них и наш детский самодеятельный оркестр «Надежда» из села Красная Поляна. Такого больше просто мы не увидим, не услышим. И это все останется у детей. Но я рада, что они соприкоснулись с этим. Мы полностью любительские. От руководителя до самодеятельных и любительских. Валентина Александровна – бессменный руководитель оркестра, который стал настоящей визитной карточкой Песчанокопского района. Никто и не предполагал, что у детей появится неподдельный интерес к духовым инструментам. Стук в дверь, такой, открываю дверь, хотелось смотреть вот так. Где-то там внизу мальчик. Возьмите меня, пожалуйста. Потом пришли Наташа, Никита, Даша. И, короче, их сейчас уже у нас 17. Инструменты старые. Многим уже по 70-80 лет. Но главное, что они есть и что на них можно играть. Все это богатство сейчас хранится у Валентины Александровны дома. Там же и проходят репетиции. Коллектив и руководителя поддерживают многие. Благодаря такой помощи удалось перебрести некоторые инструменты. Ученический всего-навсего инструмент. Называется он тенор, горн, флюгер горн. Вот. Замечательный. Все работает, все хорошо. Детский самодеятельный оркестр «Надежда» из села Красная Поляна – яркий пример того, что нет ничего невозможного. Михаил Игнатенко, Евгений Трачук. Специально для «Время местное». По государственному заказу и велению сердца. О том, как уберечь исчезающие виды животных и растений, в репортаже Екатерины Дорошевой из Красного Сулина. Примерно в 30 минутах езды от Красного Сулина находится прекрасное живописное место «Горненский заказник», который занимается восстановлением редких и исчезающих видов животных. Это особо охраняемая природная территория, на которую попасть постороннему человеку практически невозможно. На территории заказника располагается вольерный комплекс, в котором содержатся дикие животные. Здесь они также воспроизводятся для того, чтобы выпускать их в естественную среду их обитания, ну, то бишь в лес, Красно-Сулинский лес. Это выполняется по государственному заданию, которое доводится к нам, Министерством природных ресурсов Ростовской области. Передвижение на территории возможно только на специальном транспорте, к которому животные уже привыкли. На него, собственно, и пересела наша съемочная группа. Рядом с четвероногими пришлось соблюдать простые правила – разговаривать полушепотом и не делать никаких резких движений. Ежегодно территорию вольера покидает до 20 питомцев. Еще долгое время инспектора подкармливают животных на специальных площадках. Постепенно олени и лани сами учатся добывать себе пропитание. Сейчас мы как раз можем наблюдать этот замечательный процесс их кормления. Природа – это неиссякаемый источник красоты, который доставляет радость каждому, кто к нему прикоснется. Нашей съемочной группе стало интересно, каково же это – ежедневно лицезреть здешние пейзажи и осознавать, что благодаря твоей работе территорию Ростовской области населяют эти замечательные животные. Кто-то общается с природой, наверное, получает необычные какие-то ощущения и настолько положительных эмоций, что это заряжает любого человека, мне кажется. Все инспектора, которые здесь работают и люди, которые бывают на нашей территории, я думаю, умиляются тому, когда видят этих животных. Ценность горненского заказника состоит не только в обитающих животных. Его территория славится богатым биологическим разнообразием. В нём произрастают многочисленные виды растений, а также насекомые и птицы, занесённые в Красную книгу Ростовской области. Екатерина Дорошева, Николай Панарин, Юлия Кручинина специально для программы «Время местное». На сегодня это всё. Желаем вам только хороших новостей, о которых мы расскажем в нашей следующей программе. Встретимся во вторник на этом же месте в это же время. «Время местное». Ты предприниматель? Хочешь расширить бизнес и взять кредит? Получи поручительство фонда и заверши сделку с банком. Гарантийный фонд Ростовской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова